приятного временипрепровождение с вами как всегда козел альпийский на очереди на неделе обзоров распаковок у нас а строит то есть вот это вот вот этот упоротый зверь который он там выглядывает это у нас был астроник ну по крайней мере я помню эту серию как астроники астроники динозаврики вот это у нас астроиды но это не простой а строит это большой а строит здоровый обычные астроиды они маленькие то есть размером где-то с космодесантника я к сожалению здесь где я живу сейчас нету астроида чтобы сравнить начинаем распаковку но так вообще у меня этих астроидов огромное было количество дичайше у нас здесь такая вот вкладка цветная здесь мы видим даже слушайте смотрите здесь мы видим даже автобота оптимуса прайма покрашена в зеленый цвет боже что за за кринж то есть на переднем плане у нас реально а строит но это позор но это не технолог я знаю это технолог делать почему-то заказу поставщик и по степанова св ну даже я думаю что не по заказу это поставщик это кто-то третье лицо на не написано даже кто-то мне честно говоря не охота искать эту всю чушатину которой они тут пишут это как дисклеймер который начале видео никто не читает если у них спереди здесь именно а строит настоящий технологовский робот а сзади вот этот вот как он вот это робот рэджет что ли трансформер который превращается в медицинскую карету и вот это вот оптимус прайм покрашенный зеленый цвет не знаю зачем это кому это надо но вот тем не менее рассмотрим же снова строили в таком прозрачном пакете он конечно раскрывается вот здесь но ножницами и вскрыл так собственно снимаются ли у него ох ты смотрите он сделан из резиного такого пластика это здорово обычно астроиды делались из жесткого пластика у которого вот эти вот все рученьки у них отламывались а сейчас давайте его разберу ранец у него тоже снимается давайте рассмотрим отдельный элемент вот такая большая ведь вот фигурка на 5 сантиметров в высоту знаете что это значит это значит это варбос орков я рекомендую делать варбоса орков в мега арморе и мега нобов вот из этого чувака просто ноги укорачиваем то есть вот по вот эти коленки ноги обрезаем и ступы укорачиваем и это у нас тело то есть как бы за это тоже стоило 100 рублей как вот этот упоротый опять он подниматель верблюдов упоротый вот этот динозавр вот сами да смотрите как бы мне кажется строит он все-таки должен стоить 55 рублей или хотя бы 70 не должен стоить столько же сколько вот такая фигурка явно пластика меньше явно посмотрите сколько здесь отливок в динозаврике и здесь всего четыре детали если вот это еще может стоить 99 то вот это должно стоить 55 или хотя бы 70 там сколько-то сейчас у фикс прайса разброс цен как в обычном магазине там уже за 55 мало товаров можно найти но тем не менее давайте рассмотрим детализация потрясающая она и у маленьких астроидов да собственно маленький астроид оригинально это огромный астроид он мне еще напоминает киберонов это вот такие чуваки только с головами ну короче это смесь вот этого динозавра опять его поставлю смесь динозавра со строидом то есть вот такой робота у него голова не такая конечно упоротая но похоже на звериную голову это не тоже таких вот вырвиглазных цветов но у меня были в основном хотя нет вроде как были кибероны у меня и из мягкого но ты ставишь там резина вот трогаешь его прямо резина но это очень хорошо вот такую игрушку можно рекомендовать детям прямо центр прям реально вот я гну это реально резина то есть этот классно здесь ничего не отстрелится не отломается вроде как когда играть обычными астроидами то руки у них снимаются не просто так так отыгрываются повреждения то есть например попадание было в руку и у него осталась одна рука попадание в ранец ранец снимается то есть это вроде как легенда у астроидов такая что на арене роботы дерутся то есть они на самом деле огромные это наверное масштаб у оригинальных астроидов я даже не берусь предполагать а вот это это наверное масштаб 1 к 100 из человечек здесь вот такой вот крохотный потому что в таком вот роботе сидит я не помню сколько но человек прямо вот в этой кабине только сидит эта кабина на огромная как у подъемного крана это реально огромный такой робот и вот команда из там из четырех таких роботов дерутся между собой что я могу сказать помимо того что из этого можно сделать прикольного меганоба то есть ну и как вы уже поняли я наверно буду копировать почему буду копировать просто потому что мне нравится вот такой дизайн до ноги великоваты но опять же это технолог он всегда опять же четвертый раз верну динозавра ведь какие у него калоши прям тупо калоши такие технолог любит делать огромный клоунские размеры обуви потому что у него фигурки стоят без подставок частности вот бронепехота несмотря на то что у него подразумевались даже подставки у этой бронепехоты там все равно в таких гигантских этих самых глиномесах сделаны фигурки бронепехоты технолог любит такое то наверно наследие советского прошлого до советские все вот эти помним фигурки они тоже с большими ногами были мурзилка незнайка такие технолог это при как бы он там не старался это ретро футуризм с одной стороны с другой стороны это мультяшность мультяшность из всех щелей нот вот зачем вот этому роботу такие ноги если только у нее там элементы питания встроены в эти ноги да ну только что единственное можно так оправдать сделали в половину меньше смотрелось бы не так гротескно но как раз вот для орка для орка мега нобы такие лапы ну один в один а только вот эти шипики срезать приделать их на плечнике опять смотрите какие прикольные какие-то у них тут вот роторные механизмы что такое коленчатый вал что это такая турбина роторная какая-то мне очень нравится эти вот заклепки единственно что кабина у робота упороты она мне не нравится пожалуй на сегодня это все все что можно и поэтому роботу сказал с вами был козел альпический до новых встреч всем пока